Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, Знакомиться с их с автобиографией. Поль Бертон, французский художник, Создававший в основном плакаты и литографии. Работы Бертона выполнены в стиле арт-нуо, Во многом напоминающем его современника Альфонса Муха. Бертон учился на художника Вильфранш Сюрсон, Прежде чем переехать в Париж. Позже он поступил в школу управления Десен И брал уроки живописью Оливье Мерсона И уроки декоративного искусства уже на Гроссе. Гроссе оказал на него гораздо большее влияние, Его можно считать его учеником. Его изучение декоративного искусства повлияло на его гравюры, Повлияв на четкие линии и естественные детали, Которыми руководствовались и его работа. Подавляющее большинство литографированных плакатов Бертона Не содержали рекламы и должны были стоять сами по себе. Я цитирую переводную Википедию. Ранние графические работы Бертона Демонстрируют схожий стиль с работами Гроссе. Позже, когда Бертон вырос как художник, Он начал использовать палитру постельных тонов С четко очерченными узорами, с японским влиянием, Благодаря которому он приобрел широкую популярность. Хотя Бертону было всего 36 лет, Он еще при жизни добился большой известности В движении арт-нуво. Однако, что отличает Бертона от других художников его времени, Так это частое отсутствие рекламы или типографики на его плакатах. Таким образом, Бертону удалось создавать такие выразительные работы, Которые сами по себе могут считаться значимыми произведениями искусства. Помимо своей работы в качестве художника и литографа, Поль Бертон также пользовался большим спросом как дизайнер мебели. Он создавал обложки для многочисленных журналов И различные керамические изделия. Своими работами он оставил большой след в эпоху модерна, Его влияние невозможно отрицать. Таким образом, Бертон становится в один ряд С известными художниками Густавом Клинтом, Отто Вагнером и Альфонсом Мухой. Поль Бертон безвременно скончался в возрасте 37 лет. Ну вот так немножко о французском художнике, Который создавал в основном плакаты и литографии, Поль Бертон. Данные с переводной википедии. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Смотрим работы. Редактор субтитров А.Семкин